Казанский федеральный университет стал площадкой проведения Всероссийского психологического форума, который продлится до 7 октября. В работе форума примут участие психологи из 70 регионов России, а также представители психологических организаций ближнего и дальнего зарубежья. Ведущие психологи России, а также остальные участники форума обсудят основные направления развития психологии и актуальные проблемы психологической науки. Нам необходимо выйти за рамки психологии как науки о психологическом здоровье. Психология влияет на нашу жизнь во всех областях. Она включает в себя и математику, и инженерию, и другие науки. Психология гораздо шире, чем мы привыкли думать. Не случайно для проведения форума был выбран именно Казанский университет. Ведь Институт психологии и образования является одним из крупнейших центров психологического и педагогического образования в России. Большое внимание уделяется и совместным проектам. Одним из партнеров Института психологии и образования является Институт фундаментальной медицины и биологии, с которым ведется работа в области клинической психологии. Помимо классического психологического образования Казанский университет начал подготовку по специальности клинической психологии. Ресурсный кадровый потенциал Института фундаментальной медицины и биологии нашего университета – это тоже совершенно новое подразделение, которое было создан в 2013 только году. На открытии форума был подписан меморандум между Российским и Казахским психологическим обществом. Вступительное слово сказал президент Российского психологического общества Юрий Зенченко. Он рассказал гостям о том, как все начиналось. Наша история началась 24 января 1885 года. Первое заседание, вот этот рукописный протокол, хранится действительно в отделе рукописи редких книг Московского государственного университета в библиотеке. Вот этот вот фундамент, который был заложен, этот фундамент междисциплинарности, фундамент комплексности, фундамент всестороннего изучения всех вопросов, которые касаются человека и человеческой психики. А ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров выступил с докладом на тему психология в Казанском университете. И преподавание психологии велось в нашем университете с начала 19 века, о чем свидетельствует архивный источник, датированный 1814 годом. Для участников форума и всего российского психологического общества более значимой, конечно же, датой, безусловно, является открытие Владимира Михайловича Бехтеревым в Казани, первой в России психофизиологической лаборатории, которая состоялась в 1885 году. Ильшат Гафуров отметил, что главные трансформации в Казанском университете начали происходить в 1930-е годы. В это время начинается период дезинтеграции Казанского тогда государственного университета, когда на базе факультетов нашего университета и отдельных кафедр стали создаваться самостоятельные и в основном отраслевые вузы. С 2010 по 2013 годы произошло, наверное, самое большое объединение в один университет в семи датали самостоятельных высших учебных заведениях. Съезд российского психологического общества имеет большое значение как для республики, города, так и для Казанского федерального университета. В течение всех дней форума будут проходить пленарные и секционные заседания, где участники представят свои доклады, а также смогут обменяться своим опытом, задать вопросы и обсудить проблемные темы в рамках круглых столов. В целом в работе Всероссийского форума будут участвовать сотрудники пяти министерств, что свидетельствует о значимости психологии для всех областей жизни. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.